Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас ее зачитаю. Она прям ждет от нас совета. Эта история в данный момент протекает, происходит. Так что давайте девушке поможем. Здравствуйте! Хочу сказать вам большое спасибо за ваши советы. Они очень помогают. Долго хотела и к вам обратиться за советом. Наконец-то решилась. Мне 26 лет. Я познакомилась со своим парнем в отеле. Мы работали в одном отеле. Он шеф-охранник. Ему 29 лет. Как оказалось, моя подруга встречалась с его другом. И когда я была в отпуске, он подписался на меня в инстаграме. Но ничего не писал. Через месяц я возвратилась на работу. И моя подруга сказала, что он хочет со мной познакомиться. Я ответила, что его если хочет, почему бы и нет, пусть тогда он мне сам в личку и напишет, раз он хочет. Мы начали общаться. Он мне очень понравился. Я был вежливым. Мы очень похожи с ним. Я сказала, что если у него несерьезные намерения, то лучше уже сейчас прекратить общаться, так как я до свадьбы не вступлю в какие-либо интимные отношения. Он согласился, сказал, что для него это не главное. И еще я хочу отметить, что он никогда не встречался с какими-то иностранками. У нас было все прекрасно. Мы понимали друг друга через год общения. Я познакомилась с его мамой. Мама у меня тоже работает в Турции в семье, но в другом городе. Ее семья пригласила нас. Он говорил, что у него серьезное намерение, что он хочет жениться на мне. Я влюбилась в него по уши. На следующий день я уехала домой. Мы продолжили общение. Он писал мне постоянно, даже когда была на работе. Уделял мне много времени, хотя никогда не звонил по видеосвязи. Прошел месяц. Я приехала к маме на зимние каникулы на неделю. Он тоже приехал на два дня, так как он работает. И через неделю я уже улетела. Но мы продолжали все равно общаться. У нас никогда не было каких-то ссор. Я чувствовала, как он меня любит. Я его люблю безумно. И, наверное, слишком ему это показывало. Но в один день, когда случился конфликт между Россией и Турцией, он разместил в своем инстаграме негативные посты про русских. Конечно, мне было неприятно, так как я русская, но родилась и выросла в Грузии. Я спросила, что это такое он сделал. На что он ответил, это не то, что я подумала, чтобы я не обижалась. Я была расстроена, конечно. Отвечала холодно ему. Он даже не спросил, почему я так с ним общаюсь, почему я холодна. Не спросил, что случилось. Он просто перестал мне писать и удалил наши совместные фотографии на аватарке. Прошла неделя. Я не сдержалась, написала ему. Мы помирились. У нас возобновились прежние отношения. Прошло еще три месяца. Из-за пандемии я не смогла поехать на работу, но общение мы свое не прекращали. Все было прекрасно. Один раз он ответил, слишком холодно, хотя за полтора года общения никогда такого не было. Я спросила, что случилось, но он ответил, что ничего. Я еще раз переспросила. Он ответил, что я к нему пристала. Он же ответил, что ничего, все в порядке. Мне стало так обидно. Следующие три дня он писал только доброе утро, спокойной ночи. И я, соответственно, ему тоже не отвечала. А через три дня он вовсе перестал мне писать и выходить на связь. И так прошел месяц. Он ничего не писал. Мне было очень обидно. Я просто удалила наши совместные фотографии и его из друзей. После этого ничего не последовало. Прошел еще месяц. Я открыла свой профиль. На что он тоже открыл свой профиль. Он начал смотреть мои истории с каждым день. И так уже продолжается семь месяцев. Два дня назад я приехала в Турцию. И он это видел. Я думаю, что он захочет пообщаться. Но никакой реакции. Я его очень люблю до сих пор. Не могу забыть. Скажите, пожалуйста, стоит ли мне писать первой или вовсе наконец-то отпустить его и заблокировать? Если человек так сильно любил, почему он так легко отпустил? Из-за какой-то мелочи или, может, вовсе и не любил меня? Зачем тогда он знакомился с моей мамой, давал обещания? И до сих пор смотрит мои сторис? Или, может, вовсе не проблема во мне? Скажите, пожалуйста, как поступить? Спасибо вам большое заранее. Я вообще скажу, конечно, вот если вкратце, не разбирая, ничего ждать не надо. Надо прекращать это. Короче, все уже закончилось. Человек не готовый брать ответственности. Он с вами расстался вот так вот тихо-молча, переставая там общаться, писать. Короче говоря, какие-то реакции давать. Просто тихо-молча слился. Писать первой и лезть к нему, как он вам там когда сказал, у меня все в порядке, типа я тебе сказала, что все в порядке, отстань. Чересчур, да, много было, может быть, ему внимания, но это не в то, что это ваша проблема, вы такая плохая, вы так делали. Вы поступали, как любой любящий человек, который заботится о своем ближнем, кто-то ему и симпатизирует, кого он любит, да, это нормальная реакция. Просто я честно скажу мое мнение, как человек, я не психолог сейчас, а просто говорю, что мне кажется, просто это тот человек, у которого, ну, скажем так, было меньше чувств к вам, вот так я могу, да, сказать. Он не так сильно любил, как вы, или чувствуя его, прошли. Дело не в иностранке или еще в чем-то. Возможно, он просто по жизни такой человек, который, ну, ему стыдно, стремно, неприятно расставаться. Он такой, который молча сливается, затихает, не особо эмоциональный. Потому что, вы видите, вы общались ни о чем. Ни предложений замуж выйти не было, ни кольца полтора года, это немаленький срок. По сути, таких вот прям типа обещаний все суперкул. Результаты, короче, ничего я этого не видела из вашего письма. Что вот этих обещаний. Ну, познакомился с мамой, что дальше? Ну, можно познакомиться с мамой, там, через полгода жениться, например. То есть у него не было этого желания. По крайней мере, вы о нем не написали. Если бы оно было явным, вы бы об этом тоже написали, правильно сказали? Информации такой не было. И мне преднапрашивается такой вывод, что не особо ему и хотелось. Просто, знаете, есть такие типы людей, слабых морально людей, которые не могут не брать ответственность. Они не могут сказать в лицо. Им проще вот слиться потихоньку, пропасть, замести следы или еще что-то. Знаете, вообще, вам надо быть благодарны за то, что он не конфликтом с вами ругался и пытался прекратить отношения, чтобы поругаться и сделать вас виноватой. При этом навесить на вас чувство вины, что ты виновата, мы из тебя расстаемся. Очень многие так делают, вот такие безответственные люди, такие трусы. Они очень любят лучшая защита нападения. Они начинают переходить в конфликт, сдают его из пустого места, провоцируют каким-то образом или докапываются до несуществующих каких-то фоток или еще чего-то. Но виноватой делают вас, что по твоей вине мы расстаемся. И тогда девочкам вообще тяжело это переварить, потому что у нее чувство любовь, ее предали, кинули, еще сделали виноватой. Она начинает реально в себе копаться. Да что же я такого плохого сделала? Да как я не так повернулась, не так написала, не так посмотрела, ни с кем там, не знаю, сфотографировалась или еще что-то. В чем моя вина? А виды никакой нет. Просто вот у человека могли пройти чувства, не супер он вас как-то любил, но сказать об этом он трус в лицо вам не может. Поэтому ему проще вот так себя повести. Но в вашем случае ему просто молча слиться было, никак не выходить на связь. И вот эту тягомотину вы разводите, смотрят мои сторис, ну что такое, давайте уже, берите в себя руки, себя в руки. Вот подумайте, вам каково общаться или любить, как можно любить человека, который тебя не любит. Это вообще-то симптом такой, алло, привет, невроз. Я люблю того, кто меня не любит, кто мне делает больно. Я хочу страдать и дальше продолжайте это. Вы зацепились, потому что какие-то невротические наклонности, нотки здесь есть. Проблема расставания, что у вас там с папой надо смотреть, с семьей вашей, с мамой, дело вот в этом, а не в этом мужчине. Спасибо ему за то, что он вас, скажем так, морально не покалечил, не скандалил и виноватый ни в чем не делал. Хотя бы вы вообще тот человек, который бы был доволен, чтобы вы сделали виноватым. Вы этого и ждете сейчас. Вы выходите на контакт, пытаетесь выйти на контакт, чтобы все эти эмоции пережить, опять насладиться этой болью, как типичный невротик. Я вам что скажу вообще по жизни, если вы моего совета ждете? Я вам советую. Во-первых, из сердца это вычеркивать. Поймите, если вас любили, от вас бы не отказались и тихо бы не съехали. Второе, вашей вины в этом никакой нет. Вина в нем в том, что он трус. Он не может ни впрямую сказать, ни по-человечески расстаться, даже поставить точку. Вам мужик-то такой в жизни нужен? Вы как с ним собираетесь вместе жить, детей рожать? Он, блин, ответственность себя за разрыв взять не может. Вам зачем такой мужчина? С ним каши не сваришь? Это вам всю жизнь что ему? Сидеть, заглядывать, читать у него мысли, пытаться телепатией заниматься или читать по губам? Ну, потому что он никогда впрямую ни конфликты проговаривает, ни проблемы, ни претензии, ничего хорошего не будет этого делать. Он даже не балабал типичный какой-то, который обещает. Он вообще молчун такой, который ему просто слиться. Это тип личности такой, это у него с детства, скорее всего. Он замалчивает. Вам такой тип личности вообще? Зачем вам такой мужчина нужен? Вы другой. Вы видите это, переживаете эмоционально, вам это не надо. Ну, как невротику вам это надо, это то, что вы нашли, чтобы позаморачиваться, попереживать. Но я говорю, это нездоровое отношение вот так с этим мужчиной. Вот в-третьих, знайте, что это были бы нездоровые отношения. Плюс они полтора года, они не развивались никак. Вы, да, общались, но в итоге как бы ничего. Поэтому он и слился. Но не ваша вина, что я с ним не общалась, не развивала отношения, что-то не то делала. Он бы хотел, он бы их развивал. У него просто не было желания. Просто ему приятно с вами общаться, просто вот так. Вот так сложилось. И это просто бесперспективняк. И следующее, думайте, радуйтесь о том, что вы освободились от этого. Не надо к нему тянуться. У вас сейчас свободное поле деятельности для того, чтобы найти новое отношение, нового мужчину, который бы вас будет любить, давать вам эмоции. А эмоции он вам будет давать, если вы, как всегда, конечно, будете страдать. Но это невротический момент такой. Так что не надо кусать локти. Вы ничего плохого не сделали. Ни в коем случае не пишите, не выходите на связь. Я бы вообще лучше вообще заблокировала в инстаграме. Нечего там ждать. А если что-то обратно захочется вернуться, захочет. Это бесперспективно. Потому что если бы было развитие отношений за полтора года, оно бы уже настало у вас. Это просто трата времени, вот что я вам скажу. Это не любовь. Человек, который вас любит, от вас не отказывается. Примите просто это и найдите того, кто вас будет любить. Девушка ждет ваших комментариев, советов, что вы скажете под видео. Я свой совет дала. Так что жду. И от вас советов она тоже ждет. Так что ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Под видео я оставляю информацию. В инфобоксе это всегда моя почта. На которую вы можете отправить письмо, поделиться историей. Либо записаться ко мне на консультацию психологическую. Спасибо вам за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.